Визеру о нём сейчас очень много программ и фильмов с ним. Это, надо сказать, печально. Я, конечно, тоже не помню, вот так вот, постоянно не помню, когда он родился, там, годовщины какие-то, но тем не менее. Да, вот снизу эта ферма выглядит не очень, зато сверху, о да, о да, это круто. Это просто эпично. О, вы смотрите-ка, я не знаю, кто это сделал, но этот человек опередил меня, черт побери. Этот человек меня опередил, потому что я сам хотел построить тут мост, я раскопал вот этот остров, он очистил, да. Наверное, это был Мел. Овощ, если ты знаешь, кто строил этот мост, напиши, пожалуйста. Сам ты овощ-маньяк, у тебя проекты куда эпичнее. В общем, этот тростник я хочу продлить вот, где-то вот досюда, наверное, нет, вот до вот этой вот линии. Ну, так, чтобы оно не было там рядом с мостом совсем. Будет такая большая-большая-большая ферма. Ладно, спускаться отсюда тоже призабавно. Защищаясь мечом, чтобы получить меньше урона. Телец. Посмотрите, где я был и где я нахожусь через секунду. Это круто. Без понятия, кто строил. Ну, я думаю, что Мел, потому что деревня здесь его. Так что, скорее всего, это его рук дело. Ну, либо по ускриптам. Он тут ошивался некоторое время, человеку было скучно. Он стремился помочь, чем-то подсобить. Я его... Я просто не люблю, когда кто-то ходит вокруг. Я его прогонял. Ну, так, по-доброму, естественно. Так что, возможно, это еще и по ускриптам построил. Так. 453 человека. Замечательно, на самом деле. А сколько я ферму делал? Да недолго. Может, час. Может, полтора. Ну, это как бы просто выстроить вот эти вот полублоки и землю насыпать. То есть, снизу она выглядит вот так. Полублок. Здесь полублок. Тут земля. И это просто нужно чередовать, пока не надоест. Зачем столько тростника торговать с жителями? Джанга освобожденный? Нет, не смотрел еще. Зулин и Революциус пытались... Точнее, не пытались его обозревать. Ну, так. Зацепили немножко. В одном из своих видео. Видео было о том, какой там кинотеатр, где-то в Питере, на Сеной. Как с ними там плохо обошлись, потому что звук пропал. Последние, говорит, по-моему, пять... Нет, на пять минут где-то там в конце звук пропал. И им, по-моему, даже так и ничего и не вернули. И вообще сделали покер-фейскип, а мы тут не при делах. Но сказали, что фильм вроде как достойный. То есть, я думаю, что я буду его смотреть. И черт побери, тут опять голем. Да, к сожалению, меч не на лутинг. Я его все-таки там оставил. Высоцкий, спасибо, что живой. Я бы переименовал это Высоцкий. Хорошо, что ты это не видишь. Потому что, простите, безруков, в роли Высоцкого... Это ж... Это что такое, блин, вообще? Это... Это просто оскорбление, на мой взгляд. И действительно, хорошо, что Высоцкий этого не видел. И, точнее, не видит. Потому что это просто ужасно. Снова наплодились тут эти вот гомосеки. Снова наплодили мне аптекари. Я здесь пытаюсь культивировать немножко кузнецов. Потому что у них, видите, халявный инструмент. Ну вот, да. Тапки у него покупал. О, ботинки. Слушайте, я скоро сет соберу. Нужно, нужно кузнецов переселять. Потому что вот... Вот кузнецов, наверное, стоит переселить в деревню. Так, сейчас несколько секунд рекламы и продолжим. Я так вспомню. Так. Так. Продолжение следует... Так, мы продолжаем. Да, ребят, рекламу я должен запускать раз в 15 минут. Ну как, я не должен, не обязан запускать. Партнерка есть, нужно отрабатывать, так скажем. Я без понятия, заплатит ли мне вообще что-нибудь за это. Потому что, по идее, должен быть график, который это отображает. Но в графике я ничего не вижу. Так что не ругайтесь. Я сам не знаю, что мне с этого будет. Я не думаю, что сильно много заплатят. Хотя говорят, что довольно-таки много для такого объема рекламы. Небольшого. Так. Блин, мелко вопнул. Вот чем они неудобны тут, это тем, что они стоят в одном углу. Это ужасно. На самом деле ужасно. И я не знаю, что с этим делать. Ну я обоих отставлю, потому что у одного сделки могут кончиться. Тогда можно будет отовариваться у другого. Так, еще, по-моему, минус один. Этому можно уголь продать и этому... Нет, стоп. Этому уголь и этому уголь. Этому книге и он нам не нужен. Мне нужны только жители с бумагой. Потому что книги, это нужно еще... Ну, во-первых, они мне нужны для зачарования. А во-вторых, мне нужно... Фармить коров, чтобы было... Из чего, собственно, крафтить книги. Неа. Неа. Не успеете, друзья. Мне интересно, почему они ломятся постоянно в ту сторону. Возможно, потому что здесь вот эта прореха есть. Давайте-ка это исправим. Возможно, они перестанут толпиться в этом углу. Так. Здесь нету. Так. И тут нету, да? Давайте скрафтим. Давайте скрафтим. Я всегда захожу после стрима в ВК. Так что не переживай, зайду. Если сообщение действительно важное, я даже отвечу. Так. Ну что же. Что же там с нашими сквидвардами происходит? Нет. Они все равно идиоты. Печаль. Что ж такое-то? Нет. Но это не может влиять. Блин. Рычаг поднял. Давайте-ка тогда проверим. Может быть, здесь где-то дверь есть. Может, я где-то что-то тут забыл. А возможно, здесь где-то деревня в радиусе их видимости. А в поле их зрения. Вот. Не в радиусе видимости, а в поле зрения. Вот. Нет. Не похоже на то. Так. А то стоит на краю эта башня. Башня классная, но... Чёрт убери, как не хватает стен. Это всё эндермены надёргали земли тут. Это я с криперами воевал, видимо. Да, похоже на то. И это тоже на то похоже. Это на то. Моя русские языка. Я не буду строить бункер с полным самоснабжением. Хотя бы потому, что мой дом это и есть бункер с полным самоснабжением. Ну, как ты это называешь? У меня в доме есть всё. Еда, вода и даже жители, с которыми можно торговать. И они откуда-то из пустоты будут доставать... Я даже не знаю... Не хочу знать, откуда они будут доставать эти предметы. Так. Не знаю, почему они ломятся. Не знаю вообще. Без понятия. Может быть, они так на двери реагируют. Может быть, ещё на что-то. Если кто-то точно знает, напишите. Но если не точно, то не пишите, потому что догадок у меня самого полно. Вернее, догадок не так много, но хватает. Так, вот он, коварный тип. Проверяем ещё раз. Да, это он. Так. Вот, вот тот барыга, который продал мне мотыгу. Нет, не этот. И не этот. Господи, как вы все похожи. Тем временем, эндермен просто сходит с ума, получает дамаг. Интересно было бы заспавнить во время дождя какой-нибудь командой штук 100 эндерменов. И посмотреть... Ну, там, где им негде спрятать. И посмотреть, что будет. Ну, помимо лагов. Так, террарию снимать нет, не буду. Она скучная. Она не закончена, как игра. То есть, её забросили посреди разработки, так что это не имеет смысла. В Майнкрафте, да, тут можно хотя бы строить что-то. А в террарии там и строить-то нечего. Да, набор на Майнхак проводит исключительно Силант. Да, овощи, я так и думал. Исключительно Силант принимает на Майнхак, но я не думаю, что он даст согласие. Потому что даже летсплейщиков не всех берут. Вообще далеко не всех людей берут на Майнхак. Так что даже не пытайтесь насиловать его личку на Ютубе. Шансов у вас практически нет. Я бы даже сказал, вообще нет. Так, чем бы заняться таким? Хотел построить стену, но стену надо как-то строить, зная, что ты хочешь видеть. Я, если честно, не очень представляю. Стена вот до этой башни, она точно доходить не будет. То есть, она будет идти вот так как-то. Но здесь много слишком перепадов высот, а уравнивать всё это я не хочу. Давайте убьём вот этого зомби. Нет, черта не падает с него. Так. Овощи у меня, Глоустоуна, по-моему, осталось штук 30. Так что, нет, не могу, у меня его просто нету. Кстати, можно сходить в Адзе Глоустоуном. О, господи боже. Я знаю, что будет, если их вот так вот выпустить. Вон они все. Нигера угнали мой дом. Эй, Эндермен, иди сюда. Это... Это ж какого чёрта их столько тут, а? Так, надо поесть. А, я без понятия, куда они улетели, но я думаю, это ненадолго. Иди сюда. Иди сюда, родной. На сервере Фьючеркрафт. Я не знаю, что это, и я не буду разделяться сейчас на два сервера или на два мира. Собственно, это ещё одна из причин заморозки ЛП мира, потому что я просто не успеваю в двух мирах что-то строить. То есть, или-или. И здесь это получается лучше и быстрее. Надо как-то... Что-то одно. Вот одновременно должен быть только один проект по Майнкрафту. А сейчас это Майнхак. Потом это, возможно, будет ещё что-то. Твою мать. Этот нигер преследует меня. И это не расовые предрассудки. Он реально меня преследует. Пацаны, спрячь ты меня! Открой дверь! Сволочи! Они меня предали. Эти жители меня предали. Нет у нас сплиф-арены. У нас не стоит никаких плагинов на сервере. Соответственно, никакой сплиф-арены быть тут физически не может. Потому что кто её будет восстанавливать вручную? Да, тут у меня теперь растёт огромный гриб. Я делал зелья. Я думал эндерменов этими зельями выкашивать на ферме. Но я забыл, что они телепортируются, если в них что-то кинуть. Так, да, кстати, надо звук погромче сделать. И я хотел сегодня поменять некоторые глоустоуны на лампы. Твои фермы под арену используют. Нет, они... Овощи, они про сплиф-арену. Это когда всё из снега под ногами. И ты лопатой выбиваешь этот снег. Стараясь окунуть противника в ниже расположенную лаву. Вот так вот. А не про эту арену. А так у нас есть какая-то арена. По-моему, Андреечка строил. Блин. Ну, ты знаешь, я поясняю на всякий пожарный.